Всем привет, дорогие друзья! С вами Катархонт и Мрамор Танк Плей. Уже старая, традиционная для русского ютуба Европа Юниверсал с прекрасным русским модом Russian Universals. Как-то много слов Юниверсал. Сложно. Да, мы продолжаем нашу кампанию. Мы решили без отдыха сразу же вторую серию запилить для вас, чтобы вам было интересно. Отдых между подходами по минуте, если что. Да, и чтобы мы не остыли. Так, ну, продолжаем, да? Запускаем время? Да. Как говорится, стартуем? Стартуем. Наталья, морская пехота. Так, а у меня что-то произошло, погоди. А, у меня вера сменилась. С шаманизма на... эту, как его? Ну, ты понял. Да. На сунизм, во. Сунизм топчик. Мне, кстати, странненьким что-то кажется. Они пошли захватывать шарванские войска и дешкуль. То есть, ну, в район Крыма почти пошли. Зачем? Они вообще какие-то странные. Грузия, ты не хочешь из этой войны выйти? Нет. Они решают воевать со мной, вместо того, чтобы спасать своего союзника. Просто, ну, логика 10 из 10, нафиг. Так это же комп, что-то хочешь. Ты когда ожидал логики от компа? Нет, чтобы спасать себя, там, что-нибудь такое делать. Он и держал. Краконлю пришел. А он идет и бьет тебя. Я на высадке подловил врага. Вообще отлично. Чё-то как-то по мне слишком легко война идет. Не, ну, конечно, я, может, и сам ее так веду. Харе, харе, хайдер, а куда ты отступил? Кораделл. Ой. Они сейчас пойдут воевать. Как деды. Ты бы сейчас видел, какое суперское отступление войск Грузии через всю мою территорию, на территорию Феодору произошло. Это просто было что-то с чем-то. Просто сейчас идеально было бы денег потребовать и все. Так, Денбрак. Но они не захотят... Секундочку, секундочку, секундочку. Грузию поели, мне теперь надо с ней разбираться как-нибудь. Грузия теперь, знаешь, немножко того. Мне кажется, обижена. Всем миром. Так, а я иду захватывать. Чуть, знаешь, как-то не очень легко играть, Зод. Несмотря ни на что. Харчины опять с кем-то воюют. Хайси. Дикие. Ой, я просто удивляюсь над компом. Я взял и в ноль просто разбил его войска в горах. Он сам на меня напал. Так, погоди. Времена нужды. У меня на сей раз картинка из какого-то, ну не знаю, уже на сей раз короля. Я так понимаю, Англия вроде бы. Так, у Тимуров попросить. Ханум Фатима из Державы Тимурида получит наше письмо. Друзья, в беде. Управление страной. Больше рекрутов в армия. Научиться чему-нибудь у коллег. Дайте больше рекрутов в армии. Я сейчас походу возьму монголов из-под вассориотета, выпущу и захвачу их. Так будет проще. Воу, у меня теперь, знаешь что, формирование торговых на поле. Картинка тоже вроде бы из манского, ну вот это, из этого, как его, из этого сериала. Великобритный Эк. Да, мне либо деньги предлагают 8-7, либо эффективность торговли и число дип-очков. Я, конечно же, очки возьму. Всегда выгоднее. Так, а тут что-то, кстати, странное случилось. Рука, помощь. О, мне 5000 рекрутов дали. Кто? Это к Тимурида. А-а-а. А то у меня они почти к нулю уже подходили, и вот как раз вовремя. Ну, Тимурида нормально спасает. Ну да. Да вообще классно в этой игре, удобно. Много всяких клиентов, мне это нравится. Не то, что Дня Победы 4. Ну да, Дня Победы 4. Семейные узы с узбеками у нас что-то там с королевой отношения улучшились. А, ну ты ж с ними, да, забратался с моим главным врагом, точно. Совсем забыл? Возрождение, ух ты. Полностью... Это уже возрождение, кстати, открыто во всем мире, а у нас даже феодоризма еще нет. Ну да, кстати. Вот сейчас обидно было. Ой, на меня сейчас враг в горах нападет. А, нет, не в горах, просто так. Все, в ноль разбил врага. Все, я победил Грузию и этих, как его, и еще кого-то. Грузию и Шарлан я победил. Война была длинная, я потерял очень много. Офигеть, сейчас Харчины... Харчины всех нагнут, походу. А что, они там еще с кем-то воюют? Угу. Нифига себе, они в итоге решили гегемоном, да, стать там местным. А они сейчас, они сейчас, походу, этот, Манчурию создадут. Ой, тогда вообще будет печаль, беда. А у них и действант мощные. Ну да. Причем им и Жень помогает, который в свои интересы должен отстаивать. Ну да. Дурачок. Ой, как хорошо, я всю территорию врага забрал. Просто прекрасно. Знаешь, что я сейчас буду делать? Как всегда. Валахия, Грузия. Мир захватывать. Валахия? Погоди, а где Валахия? А, это вон там вот. Что такое Валахия? Минутка поиска Валахии, да, просто была сейчас... Не, просто я попытался найти, где вообще Валахия расположена и немножко затупил. Че, вообще попробуй слийся, я тебя убью нафиг после этого. Кто у тебя там в битве кто-то сливается? Не, вассал, если может слиться потенциально. Так ты этого и жди. Ты думаешь, вассал будет до конца воевать? Что-то я уже не о том думаю. Так, погоди. У меня сейчас все плохо. У меня слишком много рисков восстанавливает. У меня тоже. О! Мне узбеки войну кинули. Твои союзники. Серьезно, их, кстати, 23 тысячи, я тебе могу сказать. Когда засоюзился, да. Круто. Респект. Так они-то меня не призывают. А ты-то мне что за союз за все это время так и не кинул? Потому что ты все время воевал. А во время войны нельзя, что ли, союз кинуть? Нет. Тебе не Хердс оф Айрон. Вообще-то можно. Да? Да, я тебе только что кинул союз. Офигеть. Да серьезно, ты меня военном приглашаешь? Да. Сейчас пойдем нагибать узбеков. Ты уверен, что я это смогу сделать? У них 23 тысячи, а у меня всего-навсего 26. А у меня еще тут дофига. Да при этом я тут еще войной не разжился. Ладно, сейчас соберу войска так уж и быть. Меня просто нагайцы не пропустят сейчас. Я убегаю от узбеков. А не, пропустят. А чейся Тимуров призвать? Тимура воюет с Ладакхом. Ладакх. Вообще нам надо было с самого начала серии заслужить, они бы тогда на тебя не напали просто на все. Ну да. Ну да. Это был мой хитрый план. По поводу того, чтобы меня войну... Так, погоди, теперь я мирюсь за Грузией и со всеми остальными. Мирюсь. Короче, давай, подгоняй своих миллионов войск. Подожди, я черкеса, мы дам территорию, ладно, сначала? Да. Дай мне это сделать. Я сейчас черкесию раскормлю так, что она никогда так еще не была. За всю свою историю. Так. Дагестанская шеизм. Ой, так у меня тут по станции будут сейчас. Тьфу ты, блин. Ну и что я сделал? Я чуть себе не отдал. Я, по факту, я монголов, никогда не смогу присоединить. Минус меньше 50. А у них, короче, от того, что мы исторические враги, враги плюс 50. То есть их в любом случае придется отпускать и захватывать ручками. Ой-ой-ой. У меня с османами знаешь сколько отношений? Плюс 2 стали. Ну это хорошо. Плюс 2. Были плюс 100 с лишним. Они хотят моих провинций. Минус 56. Ну они в Крыму хотят твои земель. Нет, это просто мира с Грузией так стало. Так, еще один жат. А мне же на войну теперь деньги нужны. Ты меня в войну втянул. Я слил у них 56 с лишним тысяч рекрутов, прикинь. А что, у тебя было 50 тысяч рекрутов? Я у врага столько слил, а у себя 20 тысяч почти. Офигеть, вы там живете, ребят. Просто разносимся, да? Да. Так, я тут немножко пограблю, все пограблю. Так, вопрос, а если я вассала выпущу Шарлан? Надо было за Корею сесть. Было бугарно. Ну вообще да. Так, подожди. Блин, ты же меня в войну вогнал, я теперь не могу этого сделать. Ну вот как это назвать, а? Называется братская помощь. Братская помощь. Я это не могу теперь, как его? Че я не могу? Дим, ты теперь это. Россия, а я буду Сербией. В итоге сольюсь я, выживешь ты, прекрасно. Братишка, помоги. Блин. Ты же знаешь то, что мне эта война нафиг не сдалась, просто. Джава Грузия объявила на своим соперникам. Грузия. Грузия. Так, ну че? А кто я теперь? В каком смысле кто ты теперь? По жизни. Ты ай раз. Так, ладно. Да тут я, короче, разбил армию узбеков одной из миллиана. Я вижу. Сейчас я прошу проходу на гайцев. Тебе там войсками помощь нужна или нет? Да, ты... Не, не на моем фронте, на своем фронте. А, то есть я на своем фронте спокойно буду захватывать, что ты мне предлагаешь? Да, я все их войска здесь гоняю. Ну так да ладно. Так, ну с повстанцами у меня в целом все пока порядок, то есть я могу с тобой... Офигеть узбеки, я походу их бы без тебя мог победить. Ну я вижу, кстати, да. Я их целых десять тысяч шотнул. Так я тебе все равно... Какая разница, тебе все равно все отдал. У меня тут смысла нету от этих территорий. А узбеки до сих пор меня считают хорошими друзьями, потому что мы родня, у нас плюс сорок шесть. Родня. Ребят, никогда не верьте Катархонту. Даже если вы в его родственник, он все равно вас убьет. Нет. А то он так вам говорит, он просто стесняется. Да половинку я тебе сказал. Блин, я бы хочу и сам принять. Так завоююсь сейчас узбеков и... Ой. Тут даже Черкесия пришла на помощь, прикинь? Прикинул. Генуя оскорбил меня. Ой, они на тебя еще одни войска ведут. Волна мракобесия. Неведение блаженства. Я так всегда отвечал. В школе. Нет, в школе я всегда отвечал правильно. Но неведение блаженства. Вот не знаешь то, что в мире фигня творится, у нас в стране фигня творится, и спокойно живешь, а знаешь... И да, знаешь, если чем-то голову себе забиваешь, то начинаешь как-то вообще ничего не молчать. Да. Знаешь, это как меньше знаешь, крепче спишь. Ну да. Короче, смотри, какая золотая орда тут просто творит. Это не знаю, какие дела. Блин, знаешь, мне порой хочется, чтобы в Европе универсалис можно было как в этой делать. Как в Хойке, короче. Знаешь, типа фронт выделить. И комбо воевал сам? Да. Ну это уж совсем... А где, кстати, армия врага? Ты вот опять шотнул? А, вон она, все, вижу. Так, подожди, у меня гриб. И нарисовано почему-то... Там 15 тысяч. Я пытаюсь с тобой соединиться, чтобы потом мы единым фронтом им дали по щам. Ну я тут, в принципе, захватываю пока, ничего такого. Они не пойдут на нас сейчас. Для них это слишком глупо будет. Так, держим просто наши войска рядом по семерке. И все, они не шотнуст уж, думаю, 7 тысяч. Хотя... Что-то я как-то в этом сомневаюсь. Смотри, видишь, короче, Пега и Орда. Посмотри, какая там культура в провинции. Самоедская. Ну типа Самоедская, да. Типа смешно, а? Ладно, допустим. Допустим. О, Василий Темный. А, кстати, Иван Великий крутой мужик. Ну все, короче, мы узбеков это того. Унизили мы их, походу. Ну ты сейчас тут обживешься, короче, территория по полной. Не, ну, кстати, хорошо то, что ты меня войну втянул. У меня за это время почти все национализировалось. То есть тоже просто... На гайце войну Казани объявили. Стоп, стоп, стоп. Казань такая слабая. Ну да. Блин, мне тоже надо эту войну. Ну ладно, сейчас... Подожди. Не-не-не. Сейчас мы всех захватим, потом пойдем на гайце захватим. Тебе. Окей, ну мы сейчас тут с Ордой разберемся сначала. Так, сейчас мои войска севера в эту провинцию заберут, и я приду к тебе сюда. Мы уже на 86 их нагнули. У меня 92. Подожди. Ханум для народа. Помогать подданным. О, у нас в беспорядке минус один, но я потеряю 90 монет. Так, пожалуйста, у нас в беспорядке минус один. Прикинь, мне дают. Да, нормально. И насколько до смерти правителя, это плохо. Че, он может умереть? Ну, когда правитель и генерал, это да. А у меня, кстати, правитель и генерал. Оп, только сказал. Здорово, что ли? Да, ни один, ни один, ни один ребенок не может править. Ой, у меня, прикинь, гирей становится. Прикинь. Наши? У меня теперь вроде твоя ветка. А, нет. А, нет. Нет. У ветки у меня тоже сменилось. Гирея, это Крым уже. Да, Крыма уже нету. Поэтому, можно сказать, моя ветка. Баталию можно принять. Так, ну че, давай я тебе передам всю территорию сейчас. Ну да, надо мир заключать. Ну, столицу сначала только заберем. Поэтому давай пока запусти на плей. Я пока территорию тебе попередаю. Окей. Ладно, чтоб твоим вассалам случайно не отдать. А, хотя ты ж все равно у них отобрать можешь. Все. Я думаю, тут уже можно о мире думать. Ну да, только все право надо запередать мне. Так я отдаю, подожди. Главное скушать, чтобы не переесть. Ну, больше ста не добивайся и все. Остальное уж удержим, если что, я приду повстанцев побить. Ну, вдвоем вообще, в Европу вдвоем играть это, я не знаю, это просто изыски. Тут можно хоть объедаться, хоть что угодно делать. Так, с Тимурида меня любят или нет? Вряд ли. Ну, я могу им кинуть улучшатель отношений. Я просто хочу оградить слабых узбеков от Тимурида, чтобы Тимурида не могли. Ну все, я в целом тебе все сделал. Все. Только он вас спустит с паузы, у меня этот... Дипломаты идут. Я свои войска уже отвожу, в принципе, я не думаю, что там битвы будут. Все, и думаем о мире. Давай, я паузу нажал, чтобы тебе удобнее было думать. Во, и, кстати, младший партнер в Унии Рязани у Москвы, вот нифига себе. Я просто думаю сейчас через Казань пробиться к Марийцам и к Вятке, и через них выехать к Новгороду, чтобы Москве не дать съесть это все. То, что Москве надо от Сибири нам отстранять. Ну да, есть такая тема. В принципе, тут что, одна война с Казанью, вот погранична с Москвой забрать территорию, потом в Вятку выбиться, потом уже в Новгород. Новгород вообще ничего не сделает, то есть это вообще ни о чем. Это две-три войны. Ну все, смотри. Я готов. Давай я. Ух, нифига себе. Благослонность на 40 поднялась у меня к тебе. Ну нифига себе, ты отъел. Давайте рассмотри тут с повстанцами. Кстати, попробуй культуру казахскую принять. Ну да. Так, у меня новые противники. Это у меня противником будет Казань, противником будут Нагайцы, и противником будут Новгород. Вот, отлично. У нас вообще с казахами, у нас это, одна культурная группа. Типа кочевники. А, ну да, кстати. У меня казанская и казанская. У меня больше всего бесится суниты. Ну, бать, что ты хотел? Хорошая вера, как ты говорил. Ну да. Я от своих слов не отрекаюсь. Вот она тебе проблемы и доставляет. Нагайцы сейчас будут унижены, кстати, Казани. Поэтому надо срочно подать на Казань. Казань и Швецию. Да, я захвачу свою Казань. Время можно запускать, кстати? Да, конечно. Я захвачу Казань, все-таки Казань должна быть моей. В прошлом прохождении мне удалось ее сохранить, и в этой тоже. Генералы без содержания плюс один. Блин, Черкесия феодализм внедрила. Ну, нифига себе, Черкесия. Знаешь, как обидно, когда даже твой вассал уже имеет этот институт, а ты его не имеешь. Да, есть такая тема. Фу, у меня, кстати, в Астрахани скоро будет феодализм уже. У меня там на один в месяц, представь, прибавляется. А у меня с Китая прибавляется. Так надо побыстрее феодализм взять, вообще-то. Причем в двух провах. У меня уже и Ренессан, кстати, пошел в приграничных провах. Надо коррупцию искоренить. У тебя коррупция есть? Да, прикинь, такие, короче, узбеки нападают такие, и я тебе в Союз кидаю такие, сюрприз, ну тут пока. Неожиданность, да, такая? Ну Союз, правда, я тебе кинул, а не ты мне. Ты меня просто к конец. Ну мы кидаем, да, кидаем твой друг в Союз. Вот, томба в истинную веру, отлично. У меня с Верой все теперь более-менее нормально. С Верой, с Надеждой и с Любовью. Со всеми все хорошо. Так, ничего. Я зима наступила. Так, февраль, да. Харчины на меня претензии клепают, вообще дикие. Ну что, я объявляю войну в Казани. Да, но она слабая. Сейчас посмотрим, я пока тебя призывать не буду, а там как пойдет. Ага. Так, пенза, 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 пенза. Нет, Симбирск. Симбирск. Сразу что пробку забрать, которую надо. Вот, Симбир. Все, поехали. А сколько у нее армия-то, кстати? Между прочим, 16 тысяч. Нифига, так-то не слабенько. 16 тысяч, между прочим, армия хорошая. У меня знаешь сколько дип-вес? 93 просто. Я просто всех своих соперников, которые писал в начале. О, от всего до кочевники. Прикольно. А что это дает, кстати? Кто? А, это ивент всего лишь. Ну да, а что он дает-то? Ну там типа лояльность кланов вырастает. Мне что-то так не везет. У меня лояльность не растет. Не, я могу, конечно, им заплатить, но я платить не собираюсь. Я не такой. Меня за деньги не купить. Ой, а тут столицу Казани забирают этим нагайцы. Да. У нагайцев, кстати, всего 13 тысяч. Ты можешь им просто перекрыть дорогу до столицы, и они ее забрать не смогут. И глины тебе надо сейчас забирать. О, я могу взять воинтех новый. Отлично. Беру. У меня четвертый воинтех. Я сейчас буду просто, знаешь, как с ними шотаться? В ноль просто. Ну да, есть. А я больше никуда идти не могу, мне не дают. Крепость-то не взята. Так. Интересно, девки. Сейчас давим восстание. Ой. Ой, нифига. У меня бесполезное развитие армии. Они не правы. Они не правы. Да, тут 12-14. Я думаю, ты разберешься, да, с ними? Ну да. Я, в принципе, тебе могу помочь, но мне вот тут с крепостью вопрос нерешенный. Хотя тут 21% сейчас решится вопрос. Ну смотри, нагайцы, в принципе, уже немножко того. У них столица отъехала. Ой, они, они и эту столицу забрали. Ой, какие они молодцы-то. Ну просто по красоте, знаешь, напал вот прям вовремя. То есть, когда они друг с другом связаны, мать вашу, за ногу. А, он не идет ко мне. Тут минутка такого бомбежа чуть не была. Я думаю, сейчас на меня нападет и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что? Нельзя пока что нападать. А, у тебя армия не восстановилась. Да, я попросил у кланов поддержки. А, чтоб 5 кавы взять еще. Да. Ой, смотри, как по красоте Казань захватывала. Просто ведь по красоте. Да. Ну не зря же золотая орда. Ну большая, ладно, большая орда. Кстати, я могу восстановить по решению золотую орду. Ну большая орда, это наследница золотой. Ой. Да, ях. Походу мы тут выхватим люлей. Да, кстати. Офигеть. Я сейчас закончу эту войну, я к тебе приду на помощь. Поэтому пока не срывайся там, ладно особо? Да, я что-то думал, что мы их нагнем. Ну бывает, бывает. Так, а я вижу то, что... Ой, я вижу Казанскую армию. Отлично, сейчас мы с ней разберемся. Нагайцы просят пароход войск. Держите, ребятки. Ну все. Короче, сейчас, знаешь, сейчас финальный аккорд будет звучать в этой игре. Поехали. Надо разбить 14 тысяч. Ой, у них... Не, у них генерал, кстати, хороший. Это вот плохо. У них генерал 3-2-2-1. Просто пипец. Как с таким генералом-то жить? Кстати, Казань от меня убегает. Ну и что поделать с ней? Гражданская война, нахер. Погоди, а интересно, если я сейчас войну еще с нагайцами беду, что будет? Ну, ничего не будет, если союзы не с нагайцами. Мне просто даже интересно. Нагайцы, держите. Просто у тебя... У тебя вроде агрессивка будет просто большая очень. За что? Ну, типа, туда-сюда воюет сразу. Да и пофиг. Дискотека. Зачем воевать с одной ордой, когда можно с двумя ордами повоевать? Да, это дискотека века, да? Да. Просто бегать за одной армией Казани, это сейчас будет, знаешь, каким бредом. Они будут убегать и убегать. А я сейчас спокойненько отвоюю там территорию, там территорию, и в итоге все будет прекрасно. Все будет по красоте. Все сейчас по красоте сделаю. Алтын! У меня есть провинция Алтын, прикинь. Алтын? Алтын золото, шоль, которое это, да? Ой. Не, на степной территории кочевники получают. А че у него такого буста нет? Так он-то как бы просто повстанец. Алло, мы так не договаривались. Получил немножко по шее, да? Опять проиграли, да ёпта. Погоди, я против Мугулистана еще воюю. Тихо. Я воюю против Мугулистана и Еркенда еще, ты прикинь. О, сарайчик. Мне еще походу харчину воену бросит. Так не бросит, я же с тобой в союзе. Хотя у тебя повстанцев полно, они из-за этого могут. Ну честно, если я сейчас разобью Казань, то я к тебе приду. Но вопрос другой. Через 45 месяцев фанатики сунь... Ой. Какие фанатики суньиты? Казахи через 45 месяцев свои требования выдвинут. Ну тогда, в принципе, есть еще время. Я сейчас попытаюсь Казань словить, потому что мне не нравится то, что она тут бегает, меня мучает. Ну красавица, красавица. У меня вассал, кстати, очень молодец. Он захватывает те профки, которые я сам хотел бы забрать. А, я в лес атаковал, ёпт. Надо было в степи атаковать. Блин, может ислам принять? Просто знаешь, у меня догонялки. Вот ты не поверишь, что у меня догонялки прям. Я знаю это. Ну я, кстати, их загоняю в угол. Ха, казахские сепаратисты взяли, убежали к узбекам. Из. Алло, сюда иди. Знаешь, как я где их закрою сейчас? На Кавказе просто. Кого? Я их на Кавказе закрыл, смотри. Кого их? Так Казань. Они теперь выйти не могут, там же горы. А, ну да. Ну типа с двух сторон, понял. Ща, ща, короче. Опа, оп. Опа, тут опасно. Они на меня, они в горах нападают. А я сейчас еще на подкрепление приведу. Лошары. Ой-ой-ой, нет, я проседаю немножко. Смотри, короче, мои нацики убежали к Казани, и теперь там, короче, творят беспредел. А вот это плохо, между прочим. Опа-на, опа-на, а тут 15 тысяч нагайцев объявились. Ну ты всех закарал. Да? Ну там 15 нагайцев догоняют. Там столица у Казани освободилась. А ты что, хочешь столицу забрать? Так ее, блин, какими темпами... А, Казань замирилась с нагайцами, они типа решили то, что я тут главнее, как противник. Ну да. Так, ну сейчас тогда надо решать это дело, быстренько так вот. Блин, я наемника в ведо-сувар поставил, в итоге теперь скиллся. Топчик Дима тащит просто. Димка просто знает, как наемников где нанимать, да? Где нанимать наемников, да, опытные в этом деле. В отличие от Европы. Так, кланы. Импортснастия, нет, меркантилизм. Доверяю ближнему свою. Стабильность плюс один. Ой, да, 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 да. Блокада. Плохо. Так, и мне надо с кем-то срочно закончить войну, и давай-ка это будет первым делом Казань. Но мне она не нравится, потому что... Личный счет. Она взяла моего... Она моего наемника убила. Алло, Казань, ну все. Тут точно личный счет. Но вообще я понимаю то, что я не затащу эти две войны сейчас. Ну, одновременно нет, да. Тебе нужно с одним войну закончить и с другим закончить. Или стрясти с одного и с другого. На границу со мной главное выйди и... Ну, нагайцев можешь там оставить, типа. Посмотрим, что из этого выйдет. Короче, мне надоело бегать за этой... Фигней под названием Казань. У меня даже злобный хан стал. Из-за этого? Да, он стал злобным. Не, ну здесь фишка прикольная, то, что они в этот вводят. Ну, короче, забей на все, Казань вводи и все. Так я этим и занимаюсь, но я вижу, что... Там, кстати, в Казани очень хорошо феодализм прирастает. Да, они помирились, потому что они теперь друг с дружком рядышком бегают. В Астрахань сели. Ой, повстанцы мордовские, сепаратисты, сепары. Знаете, вы мне не сдались вообще сепаратисты. Вот вообще ни капельки, вот честно. Опа-на, опа-на, сейчас будет больно. Или не будет больно? Не, не будет больно. Жалко. Но они не додумались, что можно толпой ходить. Но они не объединятся вместе. Нет, он пойдет сейчас в Башкирт отбирать, Пермь, вот это вот все добро. А мне, кстати, рекруты нужны. Где их можно взять? А, вот здесь вот, да? Ага, поддержать кланы и... ...передать воинов. 8 тысяч рекрутов. Отсылка к Алтыну. Хе-хе. Ой, а почему мордовские сепаратисты на мою территорию пошли? С какой стати? А, да, там, там есть корочки. Так, с Тимурами все хорошо. Но они... Лучше, чтобы они по твоим террам бегали, чем по территории Казани. Вообще, лучше, чтобы они не бегали. Ну, если уж так вот рассуждать. Ой, у меня картинка «Дом семьи» и «Дегид». Погоди. Короче, картинка этого... Как зовут английского короля с семьей с женами или восьми женами? А-а-а! Ты меня сейчас нашел, что спросить на самом деле. А, Генрих Восьмой, Тюдор, во. А-а-а. Встреча сейчас будет, сейчас битва просто двух этих... мега-армий. И я проигрываю. Нет, я выиграл, ладно. Надо сказать... Надо было сказать, что я проигрываю, а потом так, хоп, и я выиграл. Слушай, прикинь, а ты «Дегид», да? Да. А, нет, ты «Пояр». Нет, ты «Пояр». Я не знаю, кто я, но я-я. На, я-я, это я. Адегейт, это вообще чья семья? Я не знаю, я случайно ее принял как-то. Да это не ты. А, это не я, ну ладно. Родина Айраты. Гирей. А, ты про свою, что ли, семью? У меня жена, короче, из какого-то рода непонятных чего. Ой, ну погоди, кто кому войну? Новгород объявил Москве войну? А, нет, Москва объявила Новгорода. Блин, я не успеваю тогда. Мы с тобой между двух огней. Между трех. Тимуриды. Да не, мы вообще, в принципе, против всех. Тимуриды. Османы. Польша, Литва. Плюс москаляки. Блин, я Казань не могу взять. Они сейчас разобьют мои войска. Кто они? Они разобьют сейчас мои войска. Ну, подписывай мир. Так, а я не согласен ничего дать, потому что я теру, теру еще не взял. Ну, смотри, на Казани одну тысячу оставляешь, убежишься и армией туда. Я не успею. Успеешь, тебе там две пробы обойти. Можешь коней отдельным стэком пустить, они быстрее бегают. Сейчас посмотрим, кстати. Ой, не, они, знаешь, как будут обходить? Они будут обходить через Ведосуар, через Самару, через Бузулук. Не, ладно, короче, с Казани и мир. Ладно, Казань, живи. Заканчивать со мной вражду, выплачивать репарации, платить еще 115 монет, отказываться... Нет, не отказываться от претензий. Просто нагается полностью, сожри и все. Когда захотел две войны одновременно, да, Дим? Ладно, все бывает в этой жизни. Я думаю, что они будут продолжать что-то между собой. О-о-о, я могу принять этот, как... А, 215 монет не хватает, блин. Ученый. Благочестие увеличится на 25, отлично. Так, ну все, короче, нагается. Теперь вы будете получать от меня по полной. А мне, кстати, интересно, что мой вассал не идет мне помогать вообще никак. А, потому что он тебя не любит, походу. Нет, у нас... Как и меня мой. У нас любовь, доброта прям. Доброта? Доброта. Кстати, нам пора заканчивать серию, я как понимаю, да, уже? Да? Да, офигеть, 35 минут прошло очень быстро. Да, тогда давай ее заканчивать. Вот видите, ребята, никогда не жадничайте. Все. Это вам мой совет. Это сегодняшний итог серии. Да. Спасибо вам, друзья, за то, что посмотрели нас. Оставляйте свои комментарии. Пишите свое мнение об этом прохождении, что бы можно было улучшить, что нужно убрать. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok